Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Монро! Боже, мы уже снимаем! Да, здравствуйте! Здрасте! Очень много вопросов, очень рады вас видеть, все рады, все много пишут и много спрашивают. Как всегда, я переживал очень сильно, думала, ну, господи, о чем говорить, когда в стране, в принципе, говорится только об одном, это о политике. Но, с другой стороны, я так пересмотрел быстренько вопросы, которые задали, мало того, что я благодарна всем, кто подключился, кто потратил свое время и сформулировал вопрос. И самое главное, что вопросы действительно касаются повседневной жизни, каких-то вот таких вещей, которые, по сути... Приятных мелочей. Да, с одной стороны, они просты, кажется, что они просты, а на самом деле они формируют нашу жизнь. И это мне очень приятно, с силу того, что, ну, наверное, я такая вот старшая сестра советчица. Ну, сейчас разберемся. Давайте начнем. Давайте начнем. Начнем в начале с вопросов таких общих, которые задала редакция всего, и же с ними, 15-летие творческой деятельности. Какие отличия у теперешней Монро от той, которая впервые вышла на сцену? Как изменилась Монро за эти годы? Ну, во-первых, мне нужно прибавить 15 лет в паспорт. Точнее, не в паспорт, а в сознание. Хотя я себя ощущаю вот той вот... Ой, не буду говорить, сколько мне было тогда лет. Но суть не важно. Молоденькой, свежей, которая испытывала, ой, вы знаете, такое волнение. Хотя я до сих пор испытываю волнение, когда выхожу на сцену или же там появляюсь на каких-то мероприятиях. Потому что я человек очень мнительный, и может казаться, что я так уверен в себе, захожу. Но, скорее всего, это моя такая внутренняя уверенность, мой настрой. А за 15 лет прошло многое. Но мне до сих пор кажется, что я на старте. Что я еще ничего не сделала вообще. Недавно я писала автобиографическую справку, ну, мне нужно было для одной статьи. И сначала подумала о том, что, боже мой, я ничего не сделала. Ну, если сравнивать с Эйнштейном, с Ютоном, с Бугачевой. Или же, если сравнивать, там, пусть даже с Русланой. Берем наших украинских, отечественных, сцена и братьев звезд. А потом как-то я так потихоньку, потихоньку, строчка за строчкой, начала перечислять свои достижения, которые для меня важны, которые важны для моих поклонников, которые важны для моих близких. Вы знаете, на четвертой странице я так призадумалась. Оказывается, я о-бо-бо. И самое главное мое отличие от той Манру, которая впервые вышла на сцену в 99-м году, 4-го или 3-го сентября, по-моему, нет, 3-го сентября, 2-го сентября я еще клеила линолеум, это всем известно. А 3-го я уже на этом линолеуме выплясывала. Так вот, самое главное отличие, что я знаю, чего хочу. Если раньше я не знала, чего хочу, точнее, я знала, чему не хочу, а это неправильно. То есть сейчас я стараюсь всю свою жизнь упорядочить под один девиз, точнее, под один вопрос, на который всегда нужно найти ответ. Чего вы хотите? Это самое главное. А все остальное – это ежедневный труд. Ежедневный труд, как я называю, ежедневный труд быть можно. Профессия такая. Нет, у меня профессия немножко другая. Артистка визуального жанра. Это, кстати, профессия я тоже придумала. Следующий вопрос. Как популярный артист чувствуется в условиях современной Украины? И, собственно, какое отношение Монрог к последним событиям в стране? Вот сейчас то время, когда каждый украинский артист, который сидел на кухне, который сидел в студиях звукозаписи, которые расположены в квартирах, который считал, что его творчество никому не нужно в силу того, что в Украине засилие российских артистов. Все, дорогие мои творческие личности, выползайте на поверхность, из подвалов, из кухонь прокуренных, открывайте окна, вдыхайте горячий воздух и начинайте творить. Потому что именно сейчас то время, когда у вас есть шанс российских артистов, российских звезд, которые заполонили наше телевидение, наши сцены, поверьте, здесь в ближайшее время не будет. Потому что виной не только российская пропаганда, которая настраивает оба народа друг против друга. В принципе, я уверена, что и наше телевидение весьма необъективно. Но это факт, согласитесь. И, в принципе, здесь влияет больше, наверное, какой-то человеческий фактор и средства массовой информации, какие бы они независимыми не были, все равно они имеют свою точку зрения. Так вот, сейчас у артистов есть шанс, при том, продемонстрировать все свое творчество, которое в компьютерах, где-то, в столах, в общем, вылазьте на поверхность, дорогие мои, и демонстрируйте. Тем более, существует огромное количество способов, таких как интернет, таких как сайты, то же самое с сети ВИК, которые активно сотрудничают с одним известным каналом. Собственно говоря, выкладывайте все, социальные сети сейчас, ну, занимают огромную роль в формировании какой-то вот культурной ниши. То есть, не бойтесь, тем более, в принципе, много денег для этого не надо. Главная идея людей, которые вам помогут, достаточно. Просто, если вам нужна помощь, кричите об этом, вопите, пищите, говорите, мне нужно помочь. Но главное, конкретно, конкретная нужна цель. Не просто там, вот, я написала песню, что делать? Что делать дальше? В принципе, все способы достижения результата давно уже известны. Ну, они известны, они прописаны чуть ли не в интернете пошагово. Тут главное все-таки взять и сделать. И в данный момент, в данный момент, в принципе, средства массовой информации требуют этой вот свежей молодой крови. Поэтому не бойтесь, спешите, следите, стучите в те двери, бейтесь, ну, делайте, делайте. Сейчас для этого есть все возможности. В принципе, можно за основу взять те или иные примеры, такой сделать, как я говорю, апгрейд, тюнинг, там, компиляцию и вперед. Ну, главное, не вороть идею, потому что лагиат это нехорошо. А вообще, ваше отношение к событиям в Украине, к войне, которые на Многовостоке проходят, как вы относитесь к этому? Ваша точка зрения в этой ситуации? Война есть, это факт, но она есть в умах людей. На законодательном уровне в Украине мир и спокойствие, в принципе, если так говорить серьезно. Тут же отношение каждого человека. Панику, все и средства массовой информации. Притом делают это весьма искусственно. И мы до сих пор не знаем, а, что происходило в Крыму, мы до сих пор не знаем, что происходило на Майдане конкретно, но мы до сих пор не знаем, что происходит на Юго-Востоке. Я очень плотно общаюсь с веженцами, с очень много знакомых с Востока, из Донецка, из Луганской области. И я понимаю, что сейчас они начинают поздревать. Сама по себе знаю, что прозрение приходит и проходит очень болезненно. И признать свои ошибки в том, что люди ошибались, в том, что они сделали, можно так сказать, самую такую грандиозную, самую большую ошибку в своей жизни, конечно, очень сложно. И когда я слышу, что мои знакомые, которые приехали из Луганска, из Донецка, из других населенных пунктов этих двух областей, говорят, что мы не голосовали, мы не знаем, кто ходил на этот псевдореферендум. Я понимаю, конечно, что они здесь лукавые. И сейчас меня радует тот факт, что жители восточного региона просыпаются. Они понимают, что никто не собирался их резать. Это вина многих. Вина тех, кто стояли на Майдане и неосторожно высказывались с главной стороны страны. И эти фразы брались, вы прям воровались из контекста. И, вы знаете, я так понимаю, целыми статьями, даже не статьями, а такими лозунгами забрасывались средства массовой информации. А так как за последние 23 года в нашей стране украинские СК граждане не привыкли думать, точнее отвыкли думать, и привыкли к тому, что за них все решают, то вот этот вот переломный момент, который сейчас происходит, он невозможен без жертв. Но то количество жертв, которые уже есть, конечно, меня пугает. В силу того, что я очень надеюсь, что люди, которые воюют на Востоке, будут защищены и их семьи. А также все ранены, которыми сейчас забиты не только киевские госпитали, будут защищены на законодательном уровне. Понимаете, отношение мое к тому, что происходило, уже не имеет никакой ценности. Мне, а также всем жителям Украины, нужно думать о будущем. О будущем тех людей, которые сейчас лежат без рук, без ног в госпиталях. Вот об этом я говорю. А также о том, кто будет наказан и когда они будут наказаны. Начиная с событий, которые происходили в ноябре прошлого года, затем февральские события. Кто ответит за трехдневное отсутствие, а также остановку метрополитена, когда город был просто в коллапсе. Кто ответит за массовые убийства, которые происходили на Майдане. Кто возьмет на себя смелость арестовать тех преступников, бывшие наши политические элиты, которые сейчас спокойно находятся в соседнем государстве. И самое страшное меня пугает, когда прозреет, точнее не когда прозреет, а когда запустится обратный механизм в российских средствах массовой информации. Потому что я недавно вернулась, я была на Западной Украине, и совершенно случайно в очередной раз увидела российские новости. Дальше, в котором я остановилась, поддерживает Путник. Я видела новости, которые показывают на российских каналах. То, что показывают в Украине, это деметральное противоположное, с теми же самыми кадрами. Если в Украине нам преподносят информацию с одной точки зрения, то в России, конечно, с точки зрения совершенно иная. То есть противоположная. Когда это все прекратится? Как одна моя сказала знакомая, ты вспомни Грузию. Россия очень активно вела информационную, и не только информационную войну против грузинского народа. В определенный момент, когда все договорились, грузия перестала существовать. То есть я так понимаю, что у нас тот же самый сценарий, а сейчас люди договариваются. Договариваются где-то на верхах. Договариваются не только украинский президент, украинская политическая элита, нынешняя, с российской политической элитой. Но еще договариваются, я так поняла, Германия и Евросоюз. Евросоюз сейчас представляет Ангела Меркель. То есть происходит вот такой вот Гермудский треугольник, в котором колбасится, если можно так выразиться, ни в чем не повинные люди. Хотя с другой стороны мы все виноваты в этом. В силу того, что мы не голосовали, мы давали взятки, мы породили ту систему, которую мы сейчас называем гигантской коррупцией, и все в этом замешаны. Давайте начнем с себя. Вот мы ответы. Спасибо большое за ваше мнение. Перейдем к вопросам читателей ваших поклонников. Давайте. Читатели, надеюсь, не постарались. Людмила спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Монрок. Каким самым главным качеством должна обыдать женщина, на ваш взгляд? Спасибо. С возрастом мудрости. Очень сложное, кстати, это понятие. Для каждого человека мудрость своя. Но, в принципе, если женщина с опытом жизненным не бралась мудрость и вовремя не промолчит, то она превращается в злостную тетку. А молоденькой девочке присуща легкость. Вы знаете, молодость – это самое прекрасное качество, которое вы не купите ни с каких-либо деньги. Ну, а там уже все индивидуально. Ну, как вам не это мудрость? Спасибо большое. Следующий вопрос. Саманта пишет. Глядя на вас и на ваше творчество, понимаешь, что с вами работает большая команда. Интересные проекты вы всегда на высоте. Расскажите о своей команде, кто эти люди, ведь королеву делает ее свита. Королеву делает в первую очередь государство, а также традиции. Потому что королевой нужно родиться. Вы понимаете, лебейка, доярка Люся никогда не станет королевой. Она может стать принцессой, если выйдет замуж за принцей, то этот шанс ей выкладит один на миллиард. Но королеву, да, ну, делает свита, создает свита. У меня команда небольшая. Это мой директор Наталья. Это мои дизайнеры, мои, скажем так, люди, которые создают мою одежду по моим эскизам. Это моя парикмахер Ксия Наталья. Я тебе большой привет. Вырежу специально этот кусок и вышлю тебе по интернету. Ты лично обижаешься на меня. Вы знаете, люди, которые идут со мной по жизни на протяжении последних, наверное, 15 лет. Это моя команда. Она небольшая. Но наверняка для всех известно, что макияж, стиль, образы, все какие-то творческие проекты я создаю с вами. Это, наверное, глупо говорить. Потому что зачастую народ требует списка. Я работала с теми, с теми, с теми, и главное, чтобы были громкие имена. Ну, а я отвечаю с определенной честностью. Какой-то откровенностью. И скажу, что... Ну... Все, что я делаю, на 80% я делаю. Это мое личное желание. Если завтра я захочу убить Манру и уйти в монастырь, то я сделаю это с легкостью. Да, от меня зависят определенные люди, потому что у нас есть определенные договоренности. Но их не так много. Спасибо. Следующий вопрос. Мандариночка спрашивает. Расскажите про ваш проект в образе Скарлетт. Что это будет? Ну, я не могла оставить без внимания 15-летие своей творческой деятельности, так как я праздную каждый год два дня рождения. Один мой паспортный, это 13 января, а второй, вот, 3 или 4 сентября, в зависимости от дня недели, я праздную годовщину своей творческой деятельности. И в этом году я решила презентовать для всех своих поклонников, почитателей, для людей, которые неравнодушны к моему стилю жизни, такой вот фото-литературный проект, который я назвала «Кис вид Монро». Украинскую мову. Есть такой еще вариант «Кис от Монро». Ну, как-то не звучит красиво. Вот «Кис вид Монро» – фото-литературный проект. Этот проект основан, конечно же, на перевоплощении, так как я считаю себя королевой перевоплощений. И я взяла за основу тот факт, что я люблю очень читать. С книгой я не расстаюсь, наверное, последние 30 лет. Красиво за груди, конечно. Да, но очень люблю я читать. Я люблю очень бумажные книги. Я недавно рассматривала нетбуки различные и поняла, что металл брать в руки и по нему читать, войдя по экрану, это не мое. Все-таки я должна потрагиваться до бумаги, я должна забивать уголочки, если у меня нет закладки, а у меня никогда нет. Я могу оставлять какие-то записи на полях, подчеркивать цитаты, потом делать репосты в социальные сети. И я читаю все. Я могу на время читать три книги, одна серьезная, одна легкая, третья какая-нибудь информационно-познавательная. И этот проект «Кис вид Монро» где-то перекликается с серией книг классики современники. Помните, какая была книга? Такие были книги. Целая серия. Целая серия. Классики современники. У меня в библиотеке у родителей, также у бабушки есть дезинственное количество этих книг. А «Кис» в моей интерпретации – это книга и слово. Каждый человек пишет свою книгу в жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы люди все-таки вернулись к чтению, потому что книга – это лучший друг, это лучший подарок, на мой взгляд. Это лучше, скажем, так, энциклопедия, где вы можете узнать ответственности вопрос. Поверьте, интернет – это не то. От интернета вы сразу моментально устаете, интернет вас поглощает, а книга, наоборот, наполняет. И в моей интерпретации я взяла за основу 14 литературных героинь. От Скарлетт до мадам Грицецуева и Ильфа Петрова. Героиня Скарлетт, кстати, для многих – это героиня романа Маргарет Митчелла «Не стремный ветер, прошу доведиться». Потом уже по одноименному роману сняли фильм. Затем будет еще 15-е финальное фото. Это мой взгляд на книгу. Это я, это 15-летняя, если можно так сказать. Ну, в общем, проект выйдет 3-го числа, я очень надеюсь, мы успеем. 3-го августа? Нет, 3-го сентября. Да, как раз собирающина на годы. На годыщина получается. Ну, и дальше, дальше, дальше. Это все будет трансформироваться, но пока что я не буду раскрывать все секреты. И даже тот бэкстейдж, который появляется в интернете, я специально так сделала, чтобы он был другой. Чтобы люди, которые сейчас воспринимают информацию визуально, потом, придя на фото-выставку, я обязательно сообщу, где она будет и конкретное время, собственно говоря, удивились. Потому что фотографии отличаются от всего бэкстейджа, который мы сейчас создаем. Плюс я планирую продемонстрировать фильм документальный о том, как Монроу менялась, как создавался этот фотопроект, а также о моих каких-то мыслях касаемых той или иной книги. В общем, накрутила, как всегда, стрекором, и опять я стараюсь это воплотить. Потому что команда у нас небольшая. Это творческая команда проекта Косковый Киев. В котором я принимала участие. И фотограф Ира Джуль. Руководитель проекта Ирина Черная. Также мне помогает декоратор Аня, мастерская чеширского кота. Директор Наталья Поселина. И оператор Данила Евтухов. Макияж, прически, стиль, костюмы, ну и душа всего этого проекта я. Все создаю с вами. Ну, я кайфую от этого. В силу того, что у меня человек достаточно свободного времени. Единственное, дико раздражает жара, но мы вот должны Афилию снимать в болоте. И погода идеально подходит, что вы не имеете. Чудесно. Спасибо большое. Следующий вопрос Зик задает. Добрый день, Монро. Как вы реагируете на негативную и, мягко скажем, неадекватную критику в свой адрес? Как в последствии поступать людям, которые ненамеренно привлекаются внимание, вызывают неадекватную реакцию посторонних? Мне бы посоветовало не привлекать внимание посторонних. Если вы отбивали, знаете, что вы достаточно экстравагантно и ярко выглядите, и тем самым вы привлечете внимание. Вы должны понимать, что вы живете в условиях современной реалии, где люди, которые выглядят не совсем стандартно и не совсем так, как все, вызывают все-таки реакцию. Зачастую не совсем позитивную и радостную. Все-таки вы не на одни набежные где-то в Испании в крупном городе или в Лас-Вегасе идете. Потому что понимают, что вы в Украине. И у нас все-таки воспринимают людей по одежке. Поэтому, если вы уж сильно ярко выглядите, то вызывайте ко вси, дабы травмировать только бабушек, которые сидят у вас на лавочке. Ну, или же ярко наряжайтесь, ходите ко вси и идите в те места, где вас примут адекватно. Это единственный совет, который я могу вам дать. Но, если вы в какой-то степени эксбецианист, то вперед и с песней ходите. Тут главное, иметь твердый кулак или же положите в сумочку кирпич и отбивайтесь. Потому что людям, которые априори заточены на негатив, вы ничего не объясните. Вы не будете им доказывать, что по конституции вы имеете право выглядеть, как хотите. Главное, чтобы это не нарушало там покой и здоровье наших 100 граждан. Это вы никому не объясните. Поэтому, ну, будьте так, менее, менее привлекайте внимание. Вот что я могу сказать. А на негатив, на критику, а также на всякие оскорбительные моменты в свою сторону, я не реагирую вообще. Для меня и не существует. В силу того, что таких людей, если кто-то не хочет задать вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Но этот вопрос должен быть четко сформулирован, а на какую-то там кричалку «Монрот и дура и дальше по списку» нет ни времени, ни сил реагировать. Потому что у вас много, я... и все. Ну, я... Я даже не читаю какие-то комментарии под своими... на своих блогах, потому что там таблоиде, где я 2007 года веду свой дневник. Это делает мой директор, а потом дает мне самые-самые конструктивные замечания. Если я не свежо выглядишь, если я там устала, или не свежо выгляжу, я это сама вижу, поверьте, я не слепая. Если я там неудачно накрасилась, или в интернет попала моя неудачная фотография, я это все вижу. Но из этого состоит жизнь. Зачем я расстраивался? А... Если у вас есть время на меня, Боже, я вам благодарна, честно, вам серьезно. вот критических замечаний на уровне оскорблений все равно вы проявляете интерес ко мне. И меня это радует. Но современная тенденция... Ну, какая у вас интересная. Современная как бы такая вот тенденция. Люди все больше и больше становятся открыты к чему-то новому. Меня это радует. И не только в Киеве, а по всей стране. Меняется. Меняется отношение, меняется восприятие. и люди понимают, что чужая жизнь, там, соседка Люся в юбке, она же проститутка, там, Жаклин, ну, совершенно неинтересно, потому что это ее жизнь. Главное, после 22.00 не шумите, дайте людям выстаться. И не включайте в 8 утра пылесос, я вас помоляю, потому что некоторые чистые. Все, точка. спасибо. Марс спрашивает, что вы думаете о сегодняшнем украинском телевидении и что можете посоветовать тем, кто хочет стать телеведущим? Ну, ни для кого, не секрет, что телевидение у нас разделено на три таких вот холдинга, на три головы, как у Змей Горынича. Все знают, что есть группа компании 1п1, группа компании Интер и группа компании СТВ, СТВ, Новый канал, Коломойский, Финташ, называй вещи своими именами. Ну, чтобы вы тут не думали, что у нас прям телевидение открыто для всех. дудки, не дождетесь, то есть нужно царапать, рвать когтями, дружить, там, не знаю, до дивана спать, хотя никто не предлагал, к сожалению. Если мне показали тот диван, через который проходит прослушивание, я снова всем его пробовала. Подождите секунду, значит, тут у нас Коломойский, группа 1п1, тут у нас фильтр с группой компании Интер, здесь у нас Пинчук, СТВ, Новый канал, Айсетири. У каждого центрального канала есть соответствующее направление. То же самое касается прессы. Есть желтая пресса, есть пресса для народа, есть глянцевые здания, которые тоже принадлежат определенным холдингам. Это же касается радиостанта. Так вот, вы должны понимать, какой у вас конек. Если вы великолепно смотритесь в кадре, если вы живые, если вы живой, если вы интересный, если у вас есть какой-то маленький-маленький талант, ну, я не знаю, накрываете зубами пробку от пива, при том, делаете так искусно и филигранно, а потом обхватываете бутылку губами и наливаете в стакан, то вам прямой дорогой, конечно же, в реалити-шоу, которых у нас огромное количество до сих пор. Если у вас действительно есть роскошный голос, то пробуйтесь на вокальный талант-шоу, голос, но помните, если вы стильно талантливый, гениальный, или вы все знаете, и все умеете, как я, то перед вашим носом закрылась дверь и скажет, вроде нас слишком. И же создавайте свое. То есть, вы должны создать такой продукт, какая идея должна быть в вашем пилотном выпуске, попробуйте снять на мобильный телефон, попробуйте это снять на, там, на что еще, на камеру, попросите своих друзей, потом это все намонтируйте, там есть в интернете огромное количество программ, которые постите сами монтируют, вот, и предложите, главное это идея, возможно вас заметят, но самый простой способ это, конечно же, реалити, или же идите работать журналистом, политическим журналистом, ну, шоу-бизнес сейчас не фаворит, к сожалению, но там тоже можно как-то адаптироваться, можно просто писать в шоу-бизнес через призму политики, но в идеале, конечно, всегда будут востребованы политические журналисты, это факт, те люди, которые разбираются конкретно, ну, и яркие персоны, вот, яркие, которые умеют себя вести перед камерой, которые не стесняются, у которых открыт поток сознания, если у вас какие-то комплексы, ну, боритесь с ними, или же закройтесь дома, и не быть вам телеведущим, подождите секунду, если вы шикарно выращиваете огурцы или помидоры на грядках, это вы тоже будете интересны, то есть поймите, что вам надо, а телеведущие, кстати, и телеведущие бывают разные, развлекательные, новостные, там, какие-то там, закадровые, стендап, которые, журналисты, которые пишут стендап, то есть определитесь, при этом попасть можно, но нужно со всеми дружить, и с твою точку зрения засуньте глубоко в зад, пока вас не спустят. Спасибо. Вы вас могут не спустят? Но это факт. Да, давайте дальше. Следующий вопрос, Андрита, скажите, как поднуть бойкот украинских артистов, которые ведут себя не так, как бы не хотела часть общества, почему кучка патриотов в лотках, хотят диктовать нам всем, кого мы должны слушать, а кого кидать яйца и на какие концерты ходить. Вы считаете, все шли с ума, никогда и никому еще не давалось делом нености создать что-нибудь хорошее? Ну, такой длинный. Я отвечу, к любым формам бойкота в принципе я отношусь положительно, потому что это единственный способ показать человеку, который действительно совершил проступок, что он не прав. Вы знаете, мы еще недолго можем кричать от тех или иных артистов, какие они плохие, те патриоты, те, наоборот, соседние страны, гонят на нашу страну, на наше государство и поддерживают свое правительство. Ну, простите меня, а какое правительство должна поддерживать та же самая певица Валерия, Кобзон или Газманов, когда у них завязки на миллионы долларов? Просто большинство людей даже не представляют, что такое сто тысячи гривен. Вы понимаете, о чем я говорю? И они не понимают, что большой шоу-бизнес это не чашка чая и не выступление с лаком для волос перед зеркалом. Это миллионы, которые вкладывают не звезда, не ее муж. Ну, редко вкладывает муж, редко вкладывает продюсер, а вкладывает государство. Поэтому я не осуждаю ни Валерию, ни Кобзона, ни Газманова, который, кстати, сейчас запретили въезд в Литву, кстати, на мой взгляд, так надо было всем запрещать, всему российскому бомонду, который тихонечко поддерживает, просто не получали такие огромные деньги. От Путина и Команда. Затем я прекрасно понимаю Анни Лорак, Таисию Павали, которых, с одной стороны, взрастила украинская земля, и мы покупали билеты на их концерты, и они могли бы потом, ну, конечно, не делать публичные какие-то каяния и биться головой об стену, были неправы, но как-то чуть-чуть улетит в тень, как это сделали большинство звезд первого эшелона. Или после, когда уже страсти поутихли, и как бы сейчас война проходит, точнее, она идет, но они до сих пор не определились, чья это война, ну, как-то очень стараются лояльно высказываться и подбирать фразы. Вот. Но бойкот это единственное следствие, которое может повлиять. я бы очень хотела, чтобы в первую очередь артистов мы воспринимали через призму творчества, но в связи с ситуацией в стране, когда современная молодежь, и не только молодежь, ориентируется на тех или иных артистов, хотя бы похожи на Нилорок, на столиста группы Виагра, на Веру Брежневу, которая, ну, украинка, по сути. Для них это примеры, не только внешне, но и звезда должна понимать, что и она в ответе за своего зрителя. Ну, это, конечно, обидно. Но, с другой стороны, я давно перестала постить, а также рекламировать тех людей, которым у меня негативное отношение. Ну, я просто не обращаю внимания, и все. Это мой вам совет. Для вас их не должно существовать. Они где-то есть, и они будут жить. И им жить, то есть, этим всем звездам, публичным личностям, которые по-другому думают, им жить. Украина никуда не денется. Но мы должны понимать, что и Россия, и русские никуда не денутся. И русских мы будем встречать за границей. Русских мы будем встречать в России, если мы туда захотим поехать. Все-таки Россия – это культурная страна. Я хочу сама ездить в Москву, я хочу ездить в Питер и наполняться культурно. Но, то, что сейчас происходит, конечно, это катастрофа. Разберемся, возьмите, все будет. Все будет хорошо. Очень надеемся. Следующий вопрос. Пупкин спрашивает, есть ли у вас коронный анекдот? Расскажите. Я терпеть не могу. Вот, товарищ Пупкин. Извините, товарищ Пупкин. Я терпеть не могу анекдот. Я даже смеюсь всегда, потому что я воспитанная девочка, делаю это весьма виртуозно. Но анекдоты, извините, не люблю. Поэтому не расскажу, не заставайте. Спасибо. Следующий вопрос Екатерина пишет. Манрита. Расскажите о своих любимых детских забавах. А вы знаете, есть такие цветочки, по-моему, они называются, ну как же они называются, у них лепестки как криловые ногти, ну как ногти, знаете, которые можно клеить на слюне. Это моя любимая была детская забава. Эти цветочки растут в июле, где-то так, летом. Вот я срывала этот цветочек и клеила себе на слюне лепесточки. Веселая детская забава. Да, а там не была веселая детская забава, потому что каждое лето меня отправляли в Крым к бабушке, очень хотелось гулять на улице, но с двух до четырех всегда было табу. Нужно было сидеть дома и читать книжки. У бабушки была огромная библиотека, которую задавали в школе по внеклассному чтению, а также читать диктанты. Ну вот уж такая была забава, которая не прошла стороной. Теперь я начитана и более-менее грамотна. Но в современном мире гаджетов, где есть слова и ошибиться сложно. Или там, например, сделать ошибки. Но честно скажу вам, мне не стыдно за свои ошибки в силу того, что это моя жизнь. ой, покажите мне одному человека хоть одного, который не совершал ошибки, который не делал ошибки. Все не идеальны, и я не идеальна. Поэтому, кстати, какие мне еще будет детской забавы? Ну, 14 лет я занималась с плаванием, если можно сказать, забавой. Каждый день, пять раз в неделю. Такая у меня была забава. Нет, вот самое, первое, что пришло на ум, это махти. Супер. отбила охота. Следующий вопрос. Руфина спрашивает. Монро, сейчас много артистов пробуют свои силы в дизайне одежды. Задумываетесь ли вы создание своей линии одежды, аксессуаров? пять лет назад историк моды Оксана Новицкая сказала, Монро, ну сколько ты будешь в это ходить, красивая? Ты же должна понимать, что твой бренд должен приносить доход. Да, создавая коллекцию одежды. Я думаю, ну да, действительно, со стилем у меня все в порядке, вкус рожденный, ну, свой вкус. Думаю, женачик смотрю, что-нибудь создам. А потом я поняла, что все-таки дизайнер это не исполнитель, это не человек, который здесь взял брючки, здесь взял куфточки, здесь взял шарфик, здесь стырил модель платья, это все скомпоновал, что-то все его добавил и выдал. Но это же называется стилист. А дизайнер это человек от Бога. Это Виктория Грейс, это Жан-Поль Готье. Я могу их очень много перечислять, но дизайнер это человек, который во время, когда уже все придумано, может придумать, создать что-то свое. Я не дизайнер, поэтому об этом не задумываюсь. Возможно, линию каких-то футболок, линию какой-то сувернирной продукции с изображением, с какими-то своими авторскими принтами я бы еще и создала, подумаю об этом. Но вряд ли это будет линия одежды. Вещь, нужно заниматься всем серьезно. Дизайнер, дизайнерись, человек, который поет, должен петь. А я называю свое творчество, свое творчество, вот есть такое понятие мод де ви, вот мода жить, мода к жизни. Ну вот я демонстрирую людям, наверное, что жизнь многообразна, что жизнь полноценна. в любом возрасте есть кайф и приличество, неважно, как это выглядишь и что на тебе надето. Самое главное то, что у тебя внутри. Супер. Было бы нечестно, если бы я создавала одежду, под своим брендом Монро что-то придумала бы. Кто-то рисовал какие-то дизайнеры, да черт. У нас институты легкой промышленности дают дизайнеров каждый год на 15 штук. Притом ребята действительно дизайнеры. Конкурсы молодых дизайнеров взгляд в будущее, модный силуэт. Их много, я присутствовала, я видела, талантливые, не реально талантливые. Я могла бы с кем-то заключить контракт, он бы мне рисовал, так что бы отшивалось и под брендом Монро выдавалось. Это был бы уже обман. Мы против обмана. Вы знаете, да. Мы против этого. Следующий вопрос. Руся запитывает. Чи не пишете вы колись отвертые мемуары? Слушай, я еще молодой, что это мемуары? Колись? Да. Я тут про книжку рассказываю последние три года, что я пишу, 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 пишу. Только написала три страницы и дело застопорилось. Обязательно не пишу, поверьте. Я успею. У меня жизнь долгая, еще счастливая. Я столько еще всего не сделала. Я не села на шпагат, я не начала садить вертолет, я не прыгала с парашютом, я не написала мемуары. Я не записала полностью альбом, хотя у меня есть тем песен, отначе в разработке. Я ни что еще не сделала. Я не вышла замуж на надежном берегу. Я не блокировалась в Киев-Раду. Представляете, сколько всего еще нужно сделать? Вся жизнь перед ним. Да. Про замужество. Я еще не делаю ни одну классическую операцию. Это же так интересно. Да, поехали. Алинка спрашивает, Монро, как выйти замуж? Дайте несколько советов. Сдайте выйти. Тут просто нужно вопрос по-другому поставить. Где найти того, который согласится, жениться, который делает руку из сердца. Единственный совет я вам могу дать. Милые Майданы, которые встречаются сейчас с молодым человеком, потенциальным будущим супругом. Если спустя год после встречаний он не сделал вам, даже не попытался, не намекнул предложение руки и сердца, брак сайте. Потому что всю последующую жизнь, если вы вступите в брак, вы будете ценить этого мужчину на себе. Год после года все, чао-какао. По себе знаю. И не только. У меня большое количество подруг, и я так наблюдаю, я очень наблюдательный человек, и понимаю, что, боже мой, если он не сделал предложение, если он не предложил съехаться, если у вас какой-то гостевой, гостевая форма общения, ну, это... И замуж нужно выходить в первую очередь за друга. Потом уже по списку любовника, мужчину, который будет обеспечивать. Но муж, в первую очередь, это друг, с которым вы ездите в отпуск, с которым вы ходите... вы ходите в люди. Если муж опускает вас одну, и вы радуетесь этому факту, то нахрена такой муж нужен? Это хорошо. Откровенность – это хорошо. Следующий вопрос. Марта спрашивает. Монрос, каким живот вы можете себя сравнить по характеру? Только кошка. Кошка чистоплотная, независимая, которая гуляет сама по себе. У меня просто четыре кошки, я за ними напоминаю, но у них уже прайд. И я в этом прайде тоже принимаю участие. Я не хозяйка. У нас есть старшая, и все остальные ей подчиняются. Но я кошка. Мне нравится созерцать, а кошки созерцают жизнь. Мне нравится все, что двигается, я на это обращаю внимание. Мне нравится все, что блестит. А кошка очень реагирует на блестки, потому что это движение. У кошек плохое зрение, у меня тоже плохое зрение. У них получается близорукость, как и у меня. Затем мне нравится меха. Хотя, наверное, звучит как-то кощунственно. Мне нравятся кошки, нравится меха. Кошки в шубах. Да, кошки в шубах. И мне нравится, когда за мной наблюдают. Кошки требуют внимания. Требуют, но своих кошек я могу взять в руки, а другой человек не может. Точнее, их можно взять только близкий мне человек, которого они допускают. То же самое и у меня. Я терпеть не могу обнимания, я терпеть не могу целования. Возможно, для многих это будет открытие, но это факт. Я не люблю, когда ко мне дотрагиваются посторонние люди. Я позволяю только любимым людям доступ к телу. Все остальное здрасте-здрасте. Вежливо, взглядом, как-то можно дотронуться только до причин. Или я сама. А вот с кем остаются кошки, когда вы уезжаете? Окошки остаются с многочисленными родственниками. Точнее, не родственниками, а близкими мне людьми. Мне повезло в этом плане. Кошки очень неприхотливы в уходе. Сейчас есть великолепные специальные конструкции, куда ты засыпаешь корм, и кошка сама лапой достает. Водичка наливается. Водичка наливается, да. Специальный песок, который вы можете не менять по 5 дней, силиконовый. То есть, держать домашнее животное сейчас это не проблема. Да, с собакой нужно гулять. Я не спорю, с собакой нужно гулять, разве что у вас не миниатюрная какая-то глиставка в Монро, в Моро, почему я не врула, почему я не врула. Которая ходит на пеленку. Но, да, я кошка, 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 это рыжая кошка. Спасибо. Следующий вопрос то есть интересуется. Монро, вы счастливы? Я на пути к счастью. Я на пути к гармонии, к счастью. На пути, на пути. То есть, я на пути к счастью. Каждый счастлив по-своему. Каждого счастье свое. Слушайте, у Толстого, у Карениной, каждый из семьи счастливы по-своему или несчастны. В общем, мне кажется, счастье у всех одинаковое. Все будет хорошо жить. А вот уже понятие хорошо жить у каждого разное. Все будет жить спокойно. Хотя стресс порождает новое. Это факт. Ну, я-нибудь. Дуся спрашивает. Спасибо за возможность задать вопрос. Надеюсь, получить развернутый ответ. Во времена перестройки, когда открыли границы, многие стали эмигрировать куда-то. Сейчас здесь очень нестабильная ситуация. Волна эмиграции вновь стала активной. Ваше отношение к этому вы не собираетесь за бугор? Не дождетесь. Вот не дождетесь. Хотя у меня были мысли о том, что как только я возвращаюсь из-за границы, все, у меня ощущение «Ах, боже мой, как у нас можно жить?» Это же просто европейские страны созданы для комфортного существования. Особенно соседняя Польша. Вот как бы люди одинаковые внешне. И мы приблизительно похожи. Это небо и земля. Господи, ну почему у нас нужно создать Украину? Такой вот ну не аналог Польши, мы другие. Ни в коем случае не хочу с кем себя сравнивать. Но здесь какие-то экономические рефоны. Господи, ну когда в Кракове ты садишься на автобус, в какой-то расписании, в какой-то исключительный. Все сделано для людей, для удовлетворения элементарных потребностей. Утром я проснулась, я вот приведу сейчас польский вариант жизни. Утром я проснулась, у меня обязательно стоит бойлер, у меня есть горячая вода. Затем я вышла на остановку, я чутко знаю, что приедет автобус. По времени. По времени. Я саду в этот автобус, я где-то до работы. Я не буду тыкаться, мыкаться, стоять в пробках, нервничать. Вы знаете, государство создает мне условия для того, чтобы я приходила, работала на себя, тем самым платила налоги, работала на государство. И это создается элементарными бытовыми вопросами. Мусор выносится, мусор не роняет. Чистые улицы. дороги. А затем условия жизни великолепные. И у нас почему-то все через запад. К сожалению. Я думала, у меня были предложения. В нулевых предложения были уехать в Москву. Потому что всем известно, Россия есть деньги. Колоссальные средства. и то, что зарабатываете здесь, в России, вы можете заработать в 10-20 раз больше. Но я несколько раз была в Москве, и я не выдержала. Боже мой. Это увеличить свою жизнь ровно в 3 раза. То есть моя жизнь прошла бы в 3 раза быстрее, но при этом я бы вообще ничего не видела. Я бы тупо где-то вот так вот лежала в Турции или туда, где не нужно вису. У меня не было бы сил путешествовать, наслаждаться жизнью и созерцать. Но я плюс к тому же приверженница той фразы «Где родился, там и пригодился». По сути, мы нигде никому не нужны. Но вису родилась. У меня есть обязательства перед государством. И у государства есть обязательства передо мной. Плюс мне здесь комфортно. Я 15 лет строила здесь свою карьеру. Я здесь узнаваемый, я спокойно могу перемещаться по городу. И я считаю, что Украина весьма находится в выигрышной ситуации. Мы на той стадии формирования нового общества, нового государства. И я хочу быть к этой причастным. Тем более сейчас. Все возможности открыты. Абсолютно. И никто тебя не будет вновить за язык. В силу того, что позиция русского языка в этой стране будет усилена. Если начнутся какие-то щемления русскоговорящих, а такого никогда не было, ну никогда, то тут, конечно, ну, во-первых, этого не начнется, потому что я уверена, что у нас будут какие-то преференции для русского языка. Мне комфортно, мне удобно. Я знаю, господи, я в Украину знаю и поперек. А путешествовать я согласна. Ну, знаете, самое вот то волнительное ощущение, какое-то ущемящее чувство я испытываю, когда самолет приземляется в аэропорту или же поезд приходит на кийский вокзал. Вот я говорю себе, я дома, я дома, здесь мой дом, здесь мне комфортно, я моментально вижу перемены, я очень глазастая, и когда, допустим, еду на такси из аэропорта или же с вокзала, я моментально вижу, где какая реклама поменялась, что, какая новая вывеска, какой новый ресторан открыли, новый магазин, что здесь было, я это все помню, я в Киеве родилась, это мой любимый город, и в ближайшее время я не уеду никуда. Не дождуйте. Я как представила, что мне нужно, ну, Америка, да, здесь еще мой строго сказал, что, конечно, если бы вы уехали в Америку, там бы ваша карьера сложилась грандиознейшим образом. Но понятие для каждого индивидуально. И звание народной артистки Украины, ну, тем более, скоро и отменят. Давайте пойдем к следующему вопросу. Звание будет отменено. Отменят, отменят. Еще то, что я не знаю. Кэрри Брэдшоу спрашивает, Монрита, никого не слушайте, вы богиня и икона стиля. Я слежу за вами уже пять лет и с каждым годом вы смотрите все изысканне. Когда уже ваше шоу вернется на ТВ? У вас очень не хватает. Ну, шоу обязательно вернется на ТВ, как только продюсеры поймут, что вот она. Шоу было на ТВ на К1, но его покрутили один сезон, второй, потом в повторе, потом его показали еще по одному каналу. Но как-то больше предложений не поступало. А сейчас я в своем фото-проекте, в книгах, в литературе, но меня радует тот факт, что меня частенько приглашают экспертов на различные передачи. И там я уже даю дрозда по полной программе. И знаете, как тот фейерверк там 15 минут или же 10 минут. И все, дело сделано. У людей болят глаза, но они в восторге. Я благодарна за каждое свое появление на телевидении в силу того, что телевидение факт, правит миром. Точнее, сознание мемас. Но я не переживаю. Точнее, я даже переживу, если мое личное шоу больше не появится на телевидении. Знаете, я в прошлом году стал из сериала впервые. Сериал как и не показать. меня кормят завтраками, что вот скоро, скоро мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир. А я понимаю, что его, наверное, не покажут. Ну, наверное, звезды не так сложились. Сериал хороший. Не все от меня зависит, дорогие мои. Не все. Если бы, для того, чтобы мое шоу транслировалось на телеканалах, мне нужно создать свой канал. А это нереальные инвестиции. Очень нереальные инвестиции, но очень большие. И даже если я продам все свои здоровые органы, мне не хватит. Как я буду жить без почки? Да. Очень много вопросов задают по поводу фанатов, ваших фанатских встреч, общения с фанатами. Так, речь и фанатами. Я со всеми вами общаюсь в социальных сетях. контакт, твиттер, фейсбук. Пишите мне, с удовольствием отвечаю. Главное, сформулируйте правильный вопрос. Просто в современном быстром ритме плюс в мире, где социальные заполонили наше сознание, половину сознания и половину телевизора. Как-то фанатские встречи. Мне кажется, что я легко доступна. Снимаю легко доступна. Фотографии, посты, различные личные какие-то откровения. Все знают, что я сама веду свои страницы. Я очень много пишу рассказов, каких-то очерков о том, что я вижу, то, что я слышу. Подписывайтесь, ищите меня там, я с удовольствием пообщаюсь. Личная встреча требует много затрат. Вы поймите, я не могу прийти в спортивном костюме с хвостом и в темных очках в силу того, что тогда это будет неуважение к вам. Вы же хотите видеть богиню Манру. Сейчас жарковато. Если вы меня где-то увидите на улице, подходите, дорогие мои, вот если вы меня узнаете, не бойтесь. Я всегда открыта к общению, потому что я очень люблю. Вот фанатские встречи. Где-то на улице. Ой, слушайте, я когда-то устроила себе на 20-летие, на 13-летие, по-моему, творческой деятельности, я попросила всех фанатов написать мне письма. Почему вы хотите встретиться с Манру? Я сняла караоке, накрыла фуршет, мне пришло, наверное, 150 писем, что мы хотим попасть на фан-встречу к Манру. Я выбрала 30 человек, написала им соответствующие пригласительные, время, дату, дресс-код, готовила всем дипломы, настоящего поклонника Манру. чтобы вы понимали, из тех 30, кто мне написали, пришло 6 человек. Все остальные просто забавлялись. Мне, наверное, подумали, что это или шутка, или я не знаю, что. Я в такой степени расстрою, мало того, что эти 6 опоздали на полтора часа. И для меня это был какой-то вот такой вот знак. С этого момента я фан-встречи не провожу. Все очень активны вот так вот в интернете, задают вопросы. Манру, давайте устраивать фан-встречи. А потом, когда доходит дело, у каждого возникает какая-то отговорка, работа, я не могу, у меня страшка или болячка. И как-то становится очень обидно. Манру, когда вы будете выступать в том или ином городе, пригрешаешь, сообщаешь, без проблем, приходите, вход чуть ли не бесплатный, облежу по полной программе. Когда доходит до дела, куда-то в следующий старый. Это не только касается фан-встречи, не переживайте. Многие люди так поступают. Ну, я не обижаюсь ни в коем случае. Это было каждого. Да, вот так вот быстро-быстро прошла наша онлайн-конференция. Да, вот так вот мы успели немножко из-за того последнего. Вопрос последний не будет, будет пожелание от вас. Да, давайте пожелание Украине поклонникам. Украина, держись. Я знаю, ты сильная, у тебя все получится. Ты на старте, так что затянула пояс и вперед. Даже если голодно, холодно, если наступает хандра, а она уверенно наступает. И силы зла атакуются с тех сторон. Помни, добро всегда победит. Мы находимся в очень удачном расположении гиполитическом. гиполитическом. Я уверена, что буквально еще пару, 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 пару дней, недель максимум и все разрешится. Мы наконец-то построим здоровое, в первую очередь, правовое государство. и я приложу к этому руку. Серьезно. А так как у меня руки две, то ты можешь себе представить, дорогая Украина, что это будет. Какие везде зацветут пейзажи. А своим поклонникам я хочу сказать спасибо. Как бы это банально не звучало, но моя искренняя благодарность вам за вопрос, за интерес к моей скромной, иногда нескромной персоне. И помните, что все, что я делаю, я делаю для вас. Для вашей оценки, для ваших комментариев, для ваших в общем, для вашей души. Потому что все я делаю в первую очередь с душой. Правда? Манрита с душой. Ну и обязательно ждите 3 сентября. Я удивлю вас своим проектом. Кис вид Монроу. Все, мое. Вот, подождите. Во. Опечаток пропал. Спасибо большое. На этом все было. Монроу. До свидания. До свидания.